Здравствуйте дорогие! Сегодня мы с вами дальше продолжим изучение нашего лика, построение лика. И у нас сегодня с вами по плану уже идет первый apply, который мы будем делать на нашей подготовке. В данном случае у меня тонированная пастельная бумажка. Вы можете сделать не на пастельной бумаге эту пробу. Я просто за экономием временем взяла пастельную бумажку. Вы можете взять обычный формат А4 и просто раскрасить по правильной тональности вашу раскладку сделать. Как я подбирала бумагу, как я подбирала тон? Я приблизительно смотрела, чтобы лик и тон моей бумаги именно в санкирной части, где я вижу коричневатый цвет, были приблизительно одинаковые. Если я прищурю глаза, то я где-то увижу, что мой тон лика где-то может быть близок к тону моей бумаги. Значит, то, как я перевела на бумагу. Я свела кальку точно так же, как вы ее делали. Только обороты я не штриховала. Вот это моя калька. Не штриховала обороты, а просто передавила на бумагу. Это очень легко сделать. Ручкой более сильно нажала. И у меня рисунок автоматически передавился на бумажку мою. Ну что, теперь мы с вами, когда мы с вами более-менее определимся с тоном лика, значит, если у вас просто белая бумага, вы точно так же ищите цвет вот этот. Пускай он тоже будет черно-белый. У меня бумага черно-белая. И его прокрываете по всему листу. То есть вам нужно, в принципе, только для лика. Желательно прокрыть так, чтобы было максимально плотно. Ну, а теперь давайте с вами замешаем первую пласть. Значит, мы с вами поняли, что у нас есть пласть, которая более яркая, да, более светлая. Это вторая пласть. И более темная. Это первая пласть. Вот, чтобы нам не ошибиться в терминологии, мы так и оставим. Первая и вторая пласть. Но внутри самой первой и второй плави тоже есть плавь первая, грубо говоря, да. Может быть, давайте мы ее назовем плавь А и плавь Б, да. То есть любая плавь, которую мы с вами будем делать, она первая, вторая, третья, да. Первая и вторая делятся еще на плавь А и плавь Б. Теперь, скажем так, сейчас вы поймете, в чем дело, когда я буду уже объяснять, как плавить, как делать наше задание. Значит, сейчас мы с вами сделаем плавь А. Первый плавим. То есть всего у нас получается четыре, да. Четыре подплавки. Значит, я замешиваю цвет, который, как мне кажется, тонально, а я ищу вот этот цвет, вот такой вот, более плотный, вот этот, да, зеленоватый какой-то цвет, да, вот такой более плотный цвет я ищу к форме моего лика. Ну, вот я замешаю его, опять же, мы с вами говорили, что мы замешиваем любой плавь, который мы делаем, только один раз. И больше мы туда не подмешиваем тона, да. Ну, вот я намешала вот такой цвет. Вот он здесь. Намешала я его акрилом. В данном случае я краски не готовила, вы можете, в принципе, взять игуашь, неважно, какой материал, можно и акрил взять. Можете взять темперу нашу обычную. Ну, вот я смотрю тонально, как я попадаю, попадаю ли я в тон. Ну, мне кажется, что у меня светловато. Я возьму еще, наверное, добавлю черненького цвета. Лучше я сделаю чуть-чуть потемнее. Ну, вот такой, наверное, посмотрим. Так. Ну, вот этот оставлю. Вот он мой акрил. Ну, вот такой, почти что черный цвет. Что я делаю? Первая плавь, которая еще делится на А и Б, мы должны ее тоже увидеть. Я вам сказала, что под всей поверхностью вот этих плавей, которые здесь, да, под всей поверхностью, второй плави, да, светлый плави, лежит первая плавь. А плавь, А плавь. Это та плавь, которую мы с вами видим. Вот большая. Большие вот эти островки. Именно островками. Это плавь А. Островки. А плавь Б, это та, которая все обобщает. Да, мы будем все обобщать. Ну, сейчас будет более понятно. Значит, первое, что мы делаем. Под движки, под вот эти вот белые. Сейчас я, наверное, так сделаю. Под вот эти белых, белыми движками, это у нас самая большая концентрация света. Мы точно так же с вами ее ведем. Мы ставим точки. Здесь у нас будет концентрация света. Здесь у нас будет концентрация света. Здесь. И, соответственно, здесь. Тут у нас в лучиках. Да. Сюда завернем. Сюда завернем. Здесь у меня будет концентрация света более сильная. И с этой стороны тоже более сильная концентрация. Так. Дальше. Здесь у нас идет носик. Вот я его так же. Носик как бы проходит через вот эту галочку, да. Вот я его так же пока только с одной стороны. Обратите внимание. Только с одной стороны я его модерирую. Суна. Вот у нас такая получается. Ноздря. Чуть-чуть. То есть я ставлю маленькие, крошечные, вот такие вот полоски. Которые потом у меня превратятся в более плотную плавь. Так. Ну, тогда не пойдем. Пойдем сюда. Здесь. Вот у меня будет тут. Здесь у меня будет два. Две полосочки. Раз. И опять же смотрю. Видите, под глаз я специально вам показала, что оно у меня не обведено внизу, да. Потому что это неправильно делать, если мы его обводим. Мы его можем только подразумевать, что оно там у нас обведено, да. А так мы его полностью моделируем тоже плавью. И сюда. Так, с этой стороны. Так. Сюда пошла одна. Да, я смотрю приблизительно, где у меня. Вот где у меня эта плавь, да. Как она пойдет к зрачку. Вот. И я понимаю, что она у меня идет вот так вот, да. А рядышком вторая. Пошла сюда. И здесь более активная. Что с ушком? Ушко тоже здесь у меня. Плавь А. Здесь сюда. И вот здесь по кругу. Здесь по кругу. Сюда. 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 Значит, когда я расставила, ну и, соответственно, шею, да, тут чуть-чуть. Когда я расставила эти мои наметки первой плави, я эту первую плавь увеличиваю. Первую плавь, первую плави, да, А. Плавь А мы так договорились с вами. Вы будете встречать терминологию очень разную. Вы будете встречать терминологию просто подплавки, сплавки какие-нибудь, в охрене. Неважно, что вы будете встречать. Главное, чтобы вы в общей массе, да, своей, ну в общей массе разбирались, что конкретно вам предоставлено в учебнике. Да, чтобы вы могли как-то ориентироваться. Потому что названия у каждой школы немножко они разнятся, но вы должны как-то вот понимать. Так, это плавь там первая, я понял. Это плавь вторая. Ну вот, движочки у нас поставлены, да, как бы вот эти вот первые наметки. Теперь мы пытаемся их чуть-чуть увеличивать. Как мы их увеличиваем? Вот у нас есть как бы самые светлые места. И мы к этим самым светлым местам начинаем точно так же. Ну, просто с большим содержанием водички. Это все плавь А. Да, мы вот так вот потихонечку ведем. То есть мы увеличиваем практически до натурального размера нашу первую плавь А. И вот смотрите, как я это делаю. Ведь я делаю это прозрачнее. И у меня здесь осталась концентрация. Давайте посмотрим поближе. То есть здесь у меня более сильное напряжение тональное. А сюда я как бы его немножечко размягчаю, да, то есть делаю больше сдержанием воды. Это очень сложная задача. Поэтому тут требуется деликатность и недюжина умения. Вот поэтому вы аккуратненько тоже все это проходите. То есть не спешите. Мы делаем, работаем на качестве, не на время. Значит, вот у нас опять первая часть, которую мы с вами делали. Мы ее опять повторяем. И опять с большим содержанием воды начинаем потихонечку вести к нашей... Ну, это Луна в данном случае, да. Вот у меня Солнце и Луна здесь. Вот я аккуратненько точно так же веду. Увеличиваем. Дальше. Вот наша первая морщинка. Вот я к ней веду. Смотрите, как я веду. Я не веду вот так вот, а веду вот сюда. Да, как бы я все время за то, чтобы у меня напряжение там же оставалось. И я как бы все время думаю о том, чтобы у меня все было мягкое. Да, туда пошло. Потом. Вот у меня морщинка вторая. Вот я точно так же ко второй морщинке веду тон. Дальше. Вот у меня надбровная дуга. Вот здесь у меня будет самая концентрация световая. Дальше я веду все более прозрачно. То есть я увеличиваю мою плавь А. Когда мы перейдем с вами на доску, будет сложнее. Почему? Здесь тоже, да? Вот она сильная достаточно. Но мы ее немножко так тоже потоньше сделаем. Почему будет сложнее? Потому что краска, которой вы будете пользоваться, тембера, она будет садиться. И если вы сейчас, ну, не поймете, как это делать, то вам потом будет очень тяжело. И именно из-за того, что она и просаживается, да, то есть становится темнее, да еще она и жирная эта краска. И дырку ненароку можно делать. Особенно тот, кто спешит, он как раз может сильно и полететь. Значит, вот здесь вот у нас тон и сюда. Пошла опять, да, плавь. Опять я веду свои мазки. Не так я их, да, смотрите, я их веду тоже, моделируя плавь. И веду ее к логическому своему концентрации, да, своему. И моделируя ее именно тоном, да. Вот сюда у меня пошла. Так, дальше ушко давайте посмотрим. Вот сюда к ушку, да. К этой части ушка. К этой части ушка. К... На ушку, наверное, надо посинее, то совсем пропало. Сюда. Здесь нормально. И здесь как у нас моделируется. Так. Допишу свет и суда. Наверх. Видите? Не вниз я делаю свет пускаю, а наверх. Это очень важно здесь. Здесь наверх все время гоню каплю свою, чтобы у меня был объем. Он у меня будет и так, и так получаться, если я буду думать, что я делаю. Вокруг ноздри пошли. И сюда. Сюда более сильно, да, опять? Повторяю немножечко. Сюда ушло. Дальше. Между этими двумя морщинками немножечко расстояние сокращаю. А здесь у нас будет более большая половь, да? Вот так вот она сюда пойдет. И здесь вот эту фасолинку нужно передать. Ну, вот так вот. Можно еще сделать вот такой мазочек вертикальный, чтобы у зити было помягче. Да, вот такой. Оп, и все. Так, дальше. Здесь ушко. Я смотрю, как мне его сделать. Опять сюда веду, да? Подплавляю. И сюда. Здесь у меня небольшая тоже есть капля. Здесь я смотрю, чтобы у меня обязательно вот эти линии были параллельны. И вот здесь у меня тут удобно. И вот так, и вот так, и будет хорошо. Так, здесь Увеличиваем линию И сюда дальше заходим Опять посолинку моделируем Уста У нас Теперь что мы делаем Мы делаем подглазье Прозрачно И прозрачно здесь Здесь у нас есть подплавочка Легкая И с этой стороны Легкая подплавочка Немножко мы ее увеличили Ну ладно, пускай такая будет Так Дальше занимаемся А теперь мы еще разочек Повторим и сделаем форму Более ясной Этих вот как раз наших Плави всех Ну где это потребуется Значит здесь мы делаем более Светлые Расширяем чуть-чуть ее Более кружочком Делаем таким Здесь мы видим, что у нас очень маленькое пространство Между двумя плавями И сюда плавь как будто бы тоже заходит Вот мы сюда чуть-чуть ее сделаем Разведем, скажем так Более объемно Морщинка наша Мы ее В принципе нормально сделали Чуть-чуть мы ее Просто подсоберем, чтобы она была более симпатичной Вот Еще одна морщинка Мы тоже соберем Здесь у нас Ну можно чуть-чуть Побольше Где-то Ушки у нас достаточно Ничего сделано Можем оставить Так Здесь вот Потерялось у нас напряжение там Где у нас Должна быть движка Мы сейчас ее увеличим Здесь нормально Здесь тоже Увеличим Увеличим Напряжение И здесь тональное тоже Ну и фасолинку Мы чуть-чуть расширим Вот так вот сделаем Тут у нас Уста Здесь все хорошо А Ну вот Скажем так Первая Плавь Плавь А Еще у нас есть Некоторая Плавка Вот здесь вот над Верхним веком Но это я с вашего Позволения сделаю Леша Потому что Положу Свою Работу Потому что Мне тяжеловато Будет красиво Провести эти линии На весу Значит Вот это у нас Получается Плавь А Значит Что нам важно понять Что У нас есть Концентрация Тональная В центре Более Светлый цвет У нас есть Более Напряженный Цвет Более Сопрозрачный Цвет Который у нас Моделирует Полностью Нашу всю Форму Также У нас есть Какие-то Абсолютно Явные Черты Ну как бы Мозаика Я бы так называла Которая Складывается Один пазл В другой Да Вот в общем-то И все Да Пока Вторая Второй Первый Плавью Б Мы будем Все это дело Еще больше Умягчать На этом Пока все Делайте Аккуратненько Это задание Оно вам Очень и очень Поможет Когда вы уже будете Справляться с ликом Потому что Без лика мы Без вот этих Плави Мы дальше никуда Не пойдем И еще Очень важно Я акцент сделаю О том Что мы Не замешивали Краску Много раз Мы замешали ее Один раз И видите она ложится И прозрачно И плотно Да Это возможности И акрила И как раз Темпера Но темпера Это будет более богаче Но для таких работ Можно брать И даже гуашь У вас получится Гуашью На этом пока все И до встречи В нашем Следующем видео Пока